Регулярно ульяновцы обращаются к главе региона с частными и коллективными обращениями по самым разным вопросам. В этот раз первой к Алексею Русских обратилась жительница села Мокрая Бугурна Целенинского района. Действующее здание медпункта непригодно для использования. Селу нужен современный офис врача общей практики. Его строительство завершат уже к Новому году. Вот модульная конструкция у нас, да? Да, модульная конструкция. Современный ПАП. Поэтому, в принципе, сроки строительства такого модуля, они максимально сжаты. И мы планируем до конца года, до 31 декабря его построить и апрель месяц в эксплуатацию 24-го. Вот так? Да, мы постараемся до конца декабря ввести его в эксплуатацию уже с получением лицензии, да. А в селе Собакаево Меликесского района проблемы с водой. Скважина нуждается в капитальном ремонте, поэтому в домах сельчан постоянный перебой с водой. Ремонт уже запланирован. Мы на 23-й год уже заключили контракт. И ремонт планируется завершить до 1 ноября 23-го года. Жители Сенгелеевского района просят обратить внимание на плохое состояние дороги от села Тушна до Шиловки. Участок уже включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и приведут в порядок в ближайшие месяцы. На данный момент выполнение у нас составляет 30% срок завершения работ 30 сентября текущего года. Также за счет средств Казначейского кредита мы планируем проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на участке. От поворота на село Криуши до село Тушна составляет протяженность у нас 3,3 километра. Будет оказана адресная помощь члену основного состава сборной России по бадминтону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Альбине Мухаметовой. На чемпионате страны в мае Альбина сломала свой игровой спортивный протез, завоевав лишь бронзовую медаль в одиночном разряде. Для дальнейшего участия в соревнованиях девушки окажут материальную помощь для покупки нового протеза. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что действительно вы выдающийся спортсмен и нашу область представляете на соревнованиях самого высокого уровня. И причем всегда в призах, всегда в призах. Это заслуживает очень глубокого уважения. В Димитровграде жители жалуются на темные улицы и отсутствие уличного освещения около детского садика номер 38. По указанному адресу до конца сентября установят три опоры освещения и смонтируют светильники.